Мы знаем о превращении гонителя христиан Савлова в апостола Павла, и не менее удивительную историю, как римский воин из числа распинателей Христа стал одним из первых мучеников за веру. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, в виде землетрясения и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину, он был Сын Божий. По церковному преданию, сотник Лонген был тем самым воином, который пронзил копьем ребра распятого Спасителя, и от истекших крови и воды получил исцеление болезни глаз. Иудеи пытались подкупить его, заставить лжесвидетельствовать, но Лонген отверг деньги, принял крещение от апостолов и начал проповедовать в родных Каппадокийских землях. Иудейские старейшины убедили Пилата направить воинов убить Лонгена. Бывший сотник вышел им навстречу, привел в свой дом и просил, не смущаясь, исполнить свой долг. Войны хотели отпустить Лонгена и его сподвижников, посоветовав им бежать. Но мученики отказались, проявив твердую волю принять страдания за Христа, и были обезглавлены.